всем привет с вами роман раскольников я играю в группа названием his war of mine так и уже я думаю то что в этой серии я доживу до конца войны тут в принципе то сколько осталось 17 дней так опечален голоден тоже голоден ну ладно так мне нужно улучшить печку а то дома очень сильно холодно все дрова которые туда загрузила не пропали или я их вытащил оттуда вот это мне не понятно не ясно пока что так но думаю ну да я должен успеть прожить до конца войны всего-то чуть менее 20 дней осталось так все надеюсь минус 5 градусов воде напечален так-то у нас голоден стал 1 иди спать тогда так почему минус 5 градусов я же печку поставил ты издеваешься все греть пошла разгоняется нагревается дом опоздал ты я уже набрал компонентов хотя ща посмотрим что мне что-нибудь еще предложишь купить предложишь хотя мне еду уже хватает давай покупаю так это я покупаю или все-таки консервы купить ладно куплю воду куплю хотя взамен эти табак дам дам вот эту штуковину так таблетки не дам гильзы могу дать порох так а ты меня взамен давай ну хотя ладно так давай столько воды сначала консерву щедр с моей стороны больше тебе надо дать да как насчет так ну и дров подкинь ладно не подкинь договорились надо побольше дров сделать давай 20 штук сделай так а бруно послушай радио новое изверство совершенные военными сегодня утром мини так минометный снаряд и взорвался на многолюдном рынке погорине на много раненых и убитых а международное сообщество согласилась отправиться погорине а миротворческие войска операция должна начаться в течение двух недель это позволяет надеяться на окончание этого разрушительного конфликта до сих пор сохраняется низкая температура в осажденном погорине все трудные все труднее становится найти дрова люди так собирают все что можно сжечь так остаетесь дома день 29 но как раз на 45 день война закончится так нет 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 подожди так дров закинь и мы будем спать дальше так все я думаю я успеваю день 30 осталось 15 дней так иди поешь бруно ты тоже поешь так но сначала дров закинь так день 31 так день 31 так вы у меня заболели походу да так ты у меня очень голоден слегка болен повезло у меня стойкие ребята так радио послушали может там потепление обещают нет потепление походу не будет остерегайтесь бант пародеров рушащих по городу рекомендуется запереть двери и выходить на улицу как будто мало войны в погоре не резко вырос уровень преступности поступают сообщения о разбойных нападениях и грабежах так завершаем день день 33 и и но так и дров подкинь А, еды, мне кажется, может и не хватить. А, холодные не прошли, отлично. Так, очень голоден. Так, давай вот так вот. Когда будете голодны, очень голодны, я вас буду кормить. Так, завершаю день. День 35. Всего осталось 10 дней прожить. Все, мне хватает. Мне хватает еды, чтобы выжить. А, вслед к преступности, 36-й день. День 37. Так, очень голоден. Так, поешь. А ты, наверное, консерв съешь. Так, а Бруно нам приготовит еще еду. Так, напоследок еще надо что-нибудь украсть. Так. Требуется центральная площадь. Требуется осторожность. Хорошо. Хорошо. Так, ладно, давай ты у нас пойдешь добывать. Нам потребуется монтировка и лопата. Так, посмотрим, что тут у нас есть. Торговый продолжается даже во время войны. Ну да. Торговцы, они такие, я так думаю. Давай, я у тебя дров лучше куплю. Больше тебе надо, ладно. Скроем дверь. Скроем дверь. Так, давай, путь. Ой. Вышел он как раз тогда, когда не должен был выйти. Достаточно ли у нас провизии? Может, ты отсюда уйдешь, нет? Уйди, а? Пожалуйста, уйди. Наверх идей. Все правильно делаешь. Так и должно быть. Так, он пошел наверх, это хорошо. Тут, надеюсь, крысы. Все, это крысы. Надо вот раскопать вот эту яну. Залаточник. И вот этот проход. Посмотреть, что там у нас вообще есть. Вот он проход. Как в прошлый раз не получится у тебя все испортить, убить меня, запереть и убить, маньяк. А то в прошлый раз взял меня, заперел и говорит, уйди из моего дома. Взял еще и убил меня. Взял еще и убил меня. Опа, у меня пистолет есть. Пистолет есть. Ну если вдруг начнет в меня стрелять. Опа, он взял и закрыл дверь. Как? Я до замок сломал, он не мог. Опа. Он побежал сюда, да? Ах ты, шпаба. Прячься, прячься, быстрей. Все, отлично. Так, можно добывать ресурсы. Посмотрим, что у него есть. Ну, оружие и патроны. Все хорошо. Тут нет ничего его. Нет никакой частной собственности. Тут все общее. На этот раз я с маньяком разобрался. Вот это, я так думаю, крысы. Так, а наверх ты сможешь залезть? Ааа, тебе нужно этот нож... Тебе нужна ножовка по металлу по-любому здесь. Тяжело ранен. Мужик, мужик, мужик. Только не это. Так. Лучше оставаться здесь, говорит. Но я подожду, может быть, я выживу. Сейчас день закончится. И Павло, может быть, вернется. Павло еще в разведке будет вернуться сложнее. Надеюсь, он вернется. Зря я там стрельбу устроил. День 38. Так, ладно, завершаем день. О, Павлов вернулся. Так, спать в кровати. Надеюсь, Павлов выживет. Так что останусь в кровати. Спать пускай будет. Так, ладно. Павло истекает кровью. Кажется, он не выживет. На нас напали. Очень голоден, болен, приходит. Смертельно ранен. Так. Ты сможешь перебинтовать? Нет, он сам себя должен перебинтовать. Ладно, понятно. Давай, используй бинты. Так, ты у нас очень голоден ешь. Павло у нас тоже очень голоден. Нас ограбили, это вот этот мужик привел. Павло привел. Сволочь. Так, тяжело ранен. Давай. Бинты используй. И таблетки. Так, мы завершаем день. Павло у нас будет спать дома. День сороковой. Осталось пять дней прожить. Так. Опять смертельно ранен. А, блин, я же не хотел никого убивать. Если Павло решился на убийство, значит, не было другого пути. Ну да, не было другого пути. Знаете почему? Потому что этот маньяк меня заново запер здесь. Пусть лучше умрет незнакомый, чем я или мои друзья. Вот так. Эта болезнь нас убьет, если мы не достанем лекарств. Я тяжело ранен. Не думаю, что я выживу, если мои друзья не достанут бинтов. Давай бинты быстрее. Винтуйся. День сороковой. Нам еще пять дней осталось прожить. Ты должен выжить. Давай быстрее. А ну почему ты так медленно уходишь? Надо было, блин, кровать рядом с аптечкой одну поставить. День сорок первый. Болен, легко ранен. Смертельно ранен, приходит в себя. Ну не очень хорошо, конечно, получилось. Павло должен дожить до конца. Надеюсь, торгует. Торгует, пускай придет. Мне нужно бинтов у него купить. Сорок второй день всего лишь. Ты не должен помереть прям то есть сорок первый. Еще четыре дня. Продержись. Так, слушай радио. Банды мародеров каждую ночь рыщут по городу. Нападая на дома, рекомендуется сохранять максимальную бдительность. Кажется, овощной кризис подошел к концу. В ближайшие дни будут довольно прохладными. Знаете, что мне надо было, блин, Бруно оставлять, охранять? Я понял, надо Бруно оставить, охранять. Торговец придет, нет? Хоть бы торговец пришел, а? Блин, я уж думал, сейчас вылетит. Так, торговец не пришел сегодня. Охранять будешь. День сорок второй. Нам осталось прям три дня прожить всего лишь. Блин. Слегка болен, тяжело ранен. Приходит в себя. Так. Вам чуть-чуть осталось прожить, товарищи. Прям чуть-чуть, ребята, придержитесь. Три дня. Торговец придет, нет? Мне нужен срочно торговец. Торговец должен прийти сейчас. Очень жаль, он, походу, на сорок третий день придет. Вот жди этого торговца теперь. Ура, торговец пришел. Ты наш спаситель. Давай бинты. Мы тебе взамен все, что угодно подадим. На, вот те. Очень щедро с моей стороны, да. Давай накинь мне овощей. Так, патронов давай. Я у тебя скуплю патроны взамен на вот... Так, не пойдет. Давай больше. На сахар возьми. Так. Ну и все, договорились. Так, значит, ты иди спать, а Павла пойдет перевяжется. Хоть бы он дожил. Хотя он уже бегает, это хорошо. День сорок третий. Два дня осталось. Так, завершаем день. День сорок четвертый. Последний день. На сорок пятый день... Они украли. Понятно. Консервы украли, но хорошо. Последний день. Марка нас, к сожалению, покинула. Надеюсь, я плохую концовку получил. Иначе все мои старания... Зря. Напрасно были. Мои старания. Если я не получил хорошую концовку. Ой, то есть, наоборот, плохую. Борьба с преступностью. День сорок пятый. А, нет. Не понял. А, война окончена. Все, после сорок пятого дня. Война заканчивается. Вы выжили в войне. Отлично. Сейчас все наши поступки плохие буду показывать. День четвертый. Спасение жизни. Дети нашей соседки попросили у нас лекарства для нее. Но мы решили, что нам лекарства нужнее. День седьмой. Мойба помощи. Наша соседка чувствовала себя небезопасной и попросила нас помочь ей заколотить окна. Мы не сделали этого. День седьмой. Трудное решение. Марка ограбил кого-то, забрав у них почти все. День одиннадцатый. Отчаянный крик о помощи. Дети нашей соседки попросили нас отвезти ее в больницу. Но мы отказались. День девятнадцатый. Марка покинул нас. Марка покинул наше убежище и не вернулся. День четырнадцатый. Кое-кто искал убежище. Кое-кто хотел остаться с нами, но мы отказались. Кое-кто это кто. День пятнадцатый. Погребенные заживо. В соседний дом попал снаряд и жильцы оказались погребенные под обломками. Мы не помогли вытащить их. День девятнадцатый. Мы проигнорировали посетителей. Кто-то приходил и стоял за дверью. Наверное, нуждался в нашей помощи. Но мы не открыли. День тридцать седьмой. Кровь на наших руках. Павлу убил еще одного мирного жителя. День сорок пятый. Прекращение огня. Долгожданное прекращение огня наконец-то наступило. А с ним закончились бои в Погорине. А те, кто смог выжить в Грозненейской войне, никогда не забудут о ней. Так вот. После прекращения огня Бруно отправился искать свою подругу. Ее район стал местом ожесточенных боев. И большинство домов обрушились. Однако она нашла укрытие в подвале, которое выстоял. Выстоял. Так. Питаясь крысиным мясом и найденными объедками, ей кое-как удалось выжить. Бруно чувствовал себя виновником ее страданий. Он никогда не простит себя. Вот. Это плохая концовка, кстати. Павла пережил войну. Он пытался найти свою жену и сына. Но, несмотря на все старания, не смог выйти на их след. Он решил остаться в Погорине, надеясь, что сын когда-нибудь найдет его там. Этот день так и не настал. И Марко. Однажды ночью Марко ушел, не оставив записки. Он был предательски убит. Контрабандистами пытаясь найти свою семью. Вот. Марко, ты кинул нас и тебя убили. Тебя тоже кинули. Плюс мы выжили, а ты нет. Если бы остаться с нами, ты бы выжил. Конечно, у тебя была бы плохая концовка. Но, я думаю, плохая концовка намного лучше, чем просто смерть. Для тебя. Так что... Вот. Не надо было нас предавать. Хотя Бруно тоже нас предал. Так сказать, в альтернативной вселенной. Мне пришлось обратно вернуться. Загрузиться. Более... Ну, то есть загрузить более ранний сейф. День 12. Можно было, кстати, день 11 загрузить. Но, к сожалению, у меня не было сохранения. Я не сохранил 11 день. Если бы я знал бы то, что он убежит до 12 день, то... Я бы сохранил. Считаю бы и Марку бы довели до конца. До плохой концовки. Ну ладно, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.